Праздник Сегодня мы с вами празднуем праздник Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сретение с кем? Какая цель этого праздника? Сретение проходит ни весны, ни зимой, ни каких-то других событий, которые мы часто употребляем в человеческой жизни. Здесь Господь встречается с человеком. Птоломей, правитель той провинции, хотел иметь в своей библиотеке, в своем доме Священное Писание Ветхого Завета. И 70 человек было избрано, мудрейших, для того, чтобы переписать книги Священного Писания и дать на некоторые толкования. В том числе и был священник Ветхозаветного Храма Иерусалимского, святый Симеон Богоприимец. И ему попала книга пророка Исаии, где сказано, «Се Девого чрево приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иисус». Его смутили слова, «Се Девого чрево приимет и родит». И он думал, что тот, кто переписывал эти святые книги, сделал ошибку и хотел вместо Дева написать «Жена». И только он принялся за это небоугодное дело, как ангел Господень взял его за руку и сказал, «Симеон, имей страх Божий». Все, что написано в этих книгах, оно справедливо и свято. Ты не увидишь смерти своей до тех пор, пока ты не увидишь Христа Спасителя на своих руках, который принесет всему миру радость и утешение. И ангел стал невидим. Историки говорят, что Симеон Богоприимец прожил 366 лет, другие говорят 311. Пророческие слова исполнились. И он ждал того момента, когда настанет спасение Израилю. И вот один прекрасный день своей старости, он, вводимый Духом Святым, прибыл в Иерусалимский храм. Он увидел особую чету праведного Иосифа Обручника, Божью Матерь, с Богом Младенцем на руках, а также, в предании говорится, был Иаков, брат Господень по плоти, который всю жизнь будет служить Христу и его Святой Церкви. Симеон взял младенца на руки и произнес очень проницательную молитву святую, которая до сегодняшнего дня читается в Церкви, читается людьми, которые ждут того момента перехода потусторонний мир. Святый Иоанн Богослов, апостол говорит, что всему миру не вместите пишем их книг. Но когда мы слушаемся, вдумаемся, эти слова, которые произносит Симеон Богоприимец, они имеют особый характер учености, богословия и потусторонней тайны, которая открывает нам всем том, что было сказано ангелам Симеону Богоприимцу. И пророк Исаия здесь радуется тому великому событию, потому что он произнес эти прекрасные слова, святые слова для нас с вами. Поэтому сегодня встречается Бога-человек с человеком, отпуская праведного Симеона, возвратиться к своим правоцам, где он будет проповедовать о том, что уже приблизилось Царство Небесное для всех тех, кто чает у тех и Израиля. Здесь и была святая праведная пророчица Анна, которая сказала очень таинственные слова Божьей Матери, что тебе самой пройдет оружие твое сердце, если лежит на восстании и нападении многих. На восстании язычников, на падение до конца и до основания еврейского народа, они не приняли Христа, они не приняли Его учения, они ждали завоевателя мира. Мы сегодня просим и молим Бога, чтобы Господь умилосердится у нас грешных, недостойных. Как когда-то Симеон, богоприимец, взял на руки Бога-младенца и произнес эти слова «ныне отпущаешь и рабатывая, владыка, по глаголу твоему с миром». Мы просим, чтобы Господь, Спаситель мира, и нас, грешных, недостойных, взял на свои всесильные руки, чтобы забыл все наши прегрешения, все наши грехи, которые мы согрешили. Но у нас должна быть, дорогие братья и сестры, глубокая вера. Господь никого ничего не спрашивает, только говорит, можешь ли веровать? Он каждому говорит больному, евангельскому исцеленному слепцу, который не видит, и обращается к каждому, можешь ли ты веровать? А мы можем. И не должны сомневаться в сказанных Его словах. Мы сегодня живем в то время, когда исполняется наяву и в быстром течении времени Его каждое слово. Поэтому, милосердный Господи, молитвами Богородицы, которая принесла тебя в свое время в Иерусалинский храм, чтобы посвятить тебе нас, всех людей, чтобы вручить нам, тебе сладчайшего Иисуса, как своего Сына и Бога нашего, чтобы мы слушали Его голос, как Он сказал, Матерь Божия сказала в Кане Галерейской. Что Он скажет, то и сотворите. И произошло первое чудо, притворение воды в вино. И сегодня, пускай будет этот праздник чудом для нашей души, мы из душ озлобленных, неправедных, грешных, что мы сделали с праведниками, и сделали с наследниками Царства Небесного, в Котором будем прославлять три единого Бога Отца и Сына и Святого Духа и Его предчистую Деву Марии во веки веков. Аминь.